Вы знаете, давайте возьмем буквально полминуточки, минуточку, и помолимся в свете высвобожденного слова, помолимся, чтобы наши сердца, наше сознание находилось в постоянном раскаянии перед Богом, чтобы мы осознавали, что мы нуждаемся, мы не достигли, мы еще не приблизились даже к тому стандарту любви, о котором нам написано. Отчего мы осознаем и понимаем, как сильно мы нуждаемся в нашем Ишуа, в нашем Спасителе, чтобы быть рядом с Ним, чтобы прижиматься к Нему, к тому, который может, к тому, который полон прощения, терпения. И причастие — это кровь Нового Завета, хлеб — это тело за нас ломимое, дающее нам силу влюбляться в Него еще сильнее и сильнее, осознавать Его силу и признавать Свою немощь. Причащение — это присоединение к тому, величие которого указывает нам нашу немощь. Давайте приближаться и в молитве, и в деле к Его величию, умоляясь и осознавая, но при этом возрастая. Если у Вас есть хоть малейшее понимание, что Вы в этом нуждаетесь, молитесь сейчас и просите, чтобы Господь простил, если где-то заносчиво думал или думала о себе что-то. Каждый раз, когда мы заносчиво думаем о себе, мы умоляем Его, мы унижаем Его, обесцениваем Его. Каждый раз, когда мы ценим и возвышаем Его, мы осознаем Свою слабость. Попросите у Него за это прощение, если, конечно, в этом есть нужда. Попросите, чтобы Он открывался, открывался, какой Он есть. И попросите Его, чтобы Он защитил Вас от ненужных философий, обольщения и лжи. Сохранил Вас от лукавых делателей, от псевдопомазанников, от искусственных духовностей, чтобы истинная Евангелие и величие Христа наполняло Вашу жизнь. Господи, мы благодарим Тебя за пролитую кровь Это воистину великий поступок Царя, Освободителя, Искупителя. Мы можем только склоняться перед величием Твоим и своим послушанием Тебе выражать наше почтение и уважение. Спасибо Тебе за Твою кровь, за жертву. Спасибо Тебе за тело, в котором вонзилась вся боль. Спаситель мира Тело, которое раздирало Наши грехи, Наши немощи, Это они разодрали Твое тело. И Ты добровольно отдал его. Ты добровольно принес себя в жертву за наши грехи, за наши немощи. Прости, если мы к заносчивости своей подумали, что мы уже достигли. Мы все так же склоняемся перед величием Твоим, все так же осознаем, все так же искушаем мы всякого рода вещами и злом, проклятием и грехами. И в этом всем осознаем, как сильно мы нуждаемся в Тебе. Это не прошло однажды, это каждый день, наполненный нуждой в Тебе, в Твоей жертве, в Твоей крови. Прости, если где-то мы думали по-другому. Нам все так же нужна эта жертва. Она сегодня нужна, она будет нужна нам завтра, она нужна нам будет на всем пути, пока мы движемся к небесам, к Дому Отца. Твоя жертва, она нужна нам живой, действенной. Твоя жертва, она нужна нам, чтобы мы могли похлоняться Тебе. и не думать о себе сверх того, что имеем. Благослови, и доводит это кровь Нового Завета, и тело Твое за нас ломимое. Подходите, дорогие, как обычно. Проведи сквозь внешний двор на Твое святое место. Я хочу Твое видеть лицо, Господь. Я ищу Тебя всем сердцем. От толпы скобозьми меня ко святым поющим песней. Жажду праведности Твоей, мой Бог, есть единственное место. Проведи вас, святое, святых, через акт сокровь проведи. Проведи вас, святое, святых, и уста мои очисти. Вот я. И уста мои очисти. Вот я. Проведи вас, святое, святых, через акт и уста кровь проведи. Проведи Проведи вас, святое, святых, и уста мои очисти. Вот я. И уста мои очисти. Вот я. Вот я. Редактор субтитров Продолжение следует...